Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Одним из самых выдающихся шахматистов стратегического плана по праву признается известный польский шахматист первой половины 20-го столетия Акиба Рубинштейн. В его активе очень большое количество чисто позиционных партий и эти шедевры не перестают удивлять любителей шахмат все новых поколений. Сегодня мы с вами рассмотрим одну из самых знаменитых партий великого Акибы, сыгранную в родной Лодзе в 1908 году. Соперником Рубинштейна в этой партии был его соотечественник Диорг Сальве. В этом поединке Акибе Рубинштейну удалось реализовать исключительный по глубине стратегический план, направленный на борьбу против висячих пешек соперника. Итак, в этой партии Рубинштейн играл белыми и пошел Д4. Черные избирают так называемую защиту Тарыша. Рубинштейн играет С4, Е6, СД, ЕД, КЦ3, КФ6 и в этой позиции Ж3. Пару слов об этом ходе. Впервые так за белых играл против защиты Тарыша Карл Шлехтер. Рубинштейн же взял на вооружение изобретение Шлехтера. Развил это продолжение в стройную дебютную систему. Сейчас она именуется атакой Шлехтера Рубинштейна и является главным контраргументом белых в защите Тарыша. КЦ6 сыграли черные, слон Ж2. В этой позиции в дальнейшем играли слон Е7. Это основное продолжение. Но тогда Георг Сальве бесхитростно побил на Д4 и после конь Д4 выскочил ферзем на Б6, надавив на коня Д4. В этой позиции Акиба Рубинштейн понял, что нужно размениваться на С6, таким образом избавить соперника от изолированной ферзевой пешки и образовать в его лагере так называемую пару висячих пешек или же изолированную пешечную пару. Дальнейший план Рубинштейна состоит в том, чтобы заблокировать черные пешки на полях С6 и Д5, поставив перед ними свои фигуры. 2-0, слон Е7, конь А4. Ферзь черных под ударом, к тому же поле С5 теперь под контролем белого коня. Ферзь Б5, слон Е3, еще одна белая фигура контролирует поле С5. 2-0 и ладья С1. Сейчас белые в удобный момент хотят поставить слона на поле С5 и разменять чернопольных слонов. В такой ситуации, конечно же, размен чернопольников в пользу белых, потому что у черных останется плохой белопольник. Ну а белопольный слон белых, конечно, будет хорошим. Слон Ж4. Этим ходом Сальва, нападая на пешку Е2, хочет внести дисгармонию в расположение соперника. Я думаю, многие из нас сыграли бы ладья Е1, может быть слон Ф3, но посмотрите, что делает Рубинштейн. Он ходом Ф3 закрывает своего мощного белопольного слона, но этим ходом он не только решает вопрос защиты пешки Е2, но и подготавливает очень интересную перегруппировку фигур. Слон Е6. Играют черные, слон С5, ладья ФЕ8 и ладья Ф2. Второе звено глубокого стратегического плана Рубинштейна. Он хочет в дальнейшем продвинуть пешку Е и перевести ладью на С2, создавая давление по вертикали С. Конь Д4. Играют черные. Происходит размен чернопольных слонов. И черные в удобный момент могут продвинуть свою пешку С, таким образом захватив пространство и не давая белым заблокировать пешки на полях С6 и Д5. Но Рубинштейн на чеку. Ферзь Д4. Продолжая контролировать коня А4, он усиливает давление на пункт С5. Ладья Е8, слон Ф1. Еще один очень важный ход. После ладья ЕС8 ход Е3 делается с темпом. И ладья переходит на С2. Ферзь Б7, Конь С5. Разменивая коней, Рубинштейн получает в свое безраздельное владение пункт С5. Конь С5, ладья С5. В этой позиции черным нужно было играть активно. Например, неплох был ход А5 с целью дать пространство своим фигурам. Но черные обороняются чересчур пассивно. Ставят ладью на С7, ладья ФС2 и Ферзь Б6. Б4. Таким образом, Рубинштейн предупреждает продвижение крайней черной пешки на два поля вперед. На А5 сейчас последует уже ладья бьет А5 и Ферзь на Б6 подвисает. Поэтому черные здесь ограничиваются продвижением пешки на одно поле вперед, на А6. Но посмотрите, теперь эта пешка, а также пешка С6 являются реальными слабостями позиций черных. Рубинштейн усиливает давление, сыграв ладья А5. Он предлагает переход в Эншпиль. Но после Ферзь Д4 ЕД это окончание для черных было бы совершенно безрадостным. Две слабости на доске. Пешка на А6 сейчас реально под боем. И если ее защитить ходом слон С8, то можно просто забрать на Д5. Ладья на С7 подвисает. Поэтому черные не согласны разменивать Ферзей в такой редакции. Играют ладья Б8, нападая на пешку Б4. И надеясь, что белые поспешат и заберут на А6. Но конечно Рубинштейн в таких ситуациях никогда не спешил. Он просто защитил свою пешку ходом А3. И готов следующим ходом полакомиться пешечкой на А6. В этой позиции ход слон С8 ничего черным не давал. По той же причине взяли на Б6 и потом на Д5. Угрожает мат на Д8. Ну а в случае взятия на Д5 бьем на С7. Эта позиция для белых уже выиграна. Поэтому Сальве продолжает топтаться в собственном лагере. Ладья А7. И здесь Рубинштейн наконец наносит удар. Ладья бьет С6. К колоссальному позиционному преимуществу белых добавилось и материальное. Размен на Д4 черных по-прежнему не устраивает. Поэтому они забрали белую ладью. Но конечно отдали свою ладью на А7. Вторая ладья черных под боем. Поэтому ладья А8 и ферзь С5. Рубинштейн понимает, что в этой ситуации ему эншпиль очень даже выгоден. Поэтому не пуская ферзя черных в свой тыл предлагает переход в окончание. Ферзь Б7. Играют черные и король Ф2. Типично Рубинштейновский ход. Неторопливо усиливая свою позицию, он буквально истязает соперника. Х5 сыграл Сальве. Слон Е2, Ж6 и ферзь Д6. Ферзь С8. Черные делают последнюю попытку активизировать своего ферзя. Но ладья С5. Ферзь остается дома. Ферзь Б7. Х4. А5. Наконец черные начинают играть активно. Но уже поздно. Ладья С7. Ферзь Б8. И Б5. Ладья черных так и не входит в борьбу. А белые получили проходную. Причем пешка Б, напомню, является лишней. А4. И далее Б6. Проходная белых легко решает партию в пользу Рубинштейна. Ладья А5. Б7. И сейчас угрожает ладья С8. После взятия слоном берем на Б8. Эта угроза очень страшная. Черные не имеют удовлетворительной защиты. И просто здесь сдаются. Вот такая очень интересная партия Акиба Рубинштейна. Как античная скульптура, высеченная в камне. Она продолжает поражать своей цельностью. Ну и конечно я на канале Шахматы для всех не мог пройти мимо этой партии. Надеюсь, что этот поединок и данный видео обзор вам понравился. В этом случае не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Оставляйте свои комментарии. Спасибо за внимание. До свидания.